и вновь я рад приветствовать вас мои дорогие друзья с вами как всегда и дезертир и мы продолжаем собственно прохождение этой замечательной игры правда давайте я наверное все-таки уберу некоторые вещи из инвентаря я думаю что это будет не так долго как вам кажется поэтому я просто их продам уровня атаки дополнительного золота от монстров колечко неплохое но так себе на самом деле она зелья здоровья мы наверно все-таки оставим на всякий случай как и зелье восстановления дорогостоящие зелье восстановление на самом деле ну да ладно что хотел сказать что хотел сказать декарда кайна мы нашли и спасли и все такое значит теперь у нас главное задание это ищите башню в черном болоте по ту сторону темного леса либо ищите харадрический малуса в монастырских казармах берегитесь кузнеца который охраняет его ну насколько я помню в начале нужно искать именно башню поэтому туда мы и направимся а ближайшее место с этой башни у нас находится в темнолесье опять-таки насколько мне не изменяет память а память не вам скажу изменяет потому что ближайшая башня находится как раз не в темнолесье как я думал она находится в каменном а в каменистом поле а в каменистом поле где-то где-то вот здесь вот она находится так мы сейчас поглядим посмотрим здесь есть только старинный том который лишь рассказывает нам о том что здесь где-то есть такая башня и осталось ее просто найти насколько не изменяет память вопрос только в том именно где она находится возможно ее здесь и нету возможные в неправильном где-то месте буду искать возможно нам два задания в одном по моему даже а то есть башня и малус по моему находится в одном и том же месте насколько мне не изменяет а память что тут я сейчас задумался над этим и мне кажется я подумал правильно так сейчас у нас восстановится немножечко с вами выносливости давайте побежим бежим 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 алтарь восстановления вот как раз как раз и чувствую себя нормально и в темный лес темном лесу возможно именно здесь мы с вами и найдем интересующую меня башню здесь мы по крайней мере нашли древо и возможно где-то здесь же неподалеку есть и сама башня я если честно а помню это дело уже очень плохо поэтому прошу не обижаться если вдруг я ошибаюсь в любом случае попутешествовав по локациям мы ничего плохого для себя лично не сделаем возможно немножко правда углиним с вами а серии но в целом все равно останемся верны себе и будем просто путешествовать по миру диабло я заодно вам покажу что же здесь еще интересного можно найти в любом случае это полезно так защита ключик ключик нам выбросили так здесь тупичок хорошо и есть варианты развития событий куда нам собственно можно убежать убежать так слабое зелье нам нафиг не нужно в принципе чувствуем себя хорошо давайте посмотрим что у нас вот здесь вот здесь у нас собственно ни хрена нету ну да значит надо путешествовать дальше нашел я какой-то сундучок в котором собственно говоря тоже ни хрена нету тут очень много демонов по мою по мою душу сюда прибежало и это прям таки не очень то нравится консервированная голова зелье выносливости стрелы короткий лук и посмотрим так добавить 27 к поднятию скелета костяной брони мастерство скелета вот что из этого есть лучше я не помню еще не трех секунд 27 здесь костяная броня только для некромантов ну вот костяной брони то у нас как раз таки нету кстати говоря она по моему была довольно хорошая кстати а кто помнит подскажите мне пожалуйста в комментариях стоит ли мне качать костяную броню потому что я лично не помню хорошее ли это умение в любом случае я могу ребутом все по-моему один раз точно бесплатно ай слабое лечение небольшое зелиманное не очень бы мне хотелось умирать лишний раз шипастый талисман а малый почему-то я прочитал его как шипастый ну да ладно к ловкости к сопротивлению яду во 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 вот то что мне то что мне и надо вот теперь надо потихонечку потихонечку собирается вот это сопротивление я да потому что насколько я помню на на последнем боссе который у нас будет в этой главе мне как раз очень-то сильно понадобится сопротивление к этому яду так вот здесь выпало колечко посмотрим сейчас что это за колечко попутно стараемся убивать этих гадов здесь довольно много это идешь дальше здесь все больше и больше и больше вот по-моему дошли до башни как раз если я правильно понимаю конечно суть по моему мы как раз добрались до башни сейчас узнаем насколько я прав скажем так так золотишко золотишко лыжнички стрелы там я не вижу уничтожаем всю эту гадость которая пытается нам тут надоедать смотримся еще за колечко очень быстрое наложение заклинаний но это лучше для заклинательницы для нас это не особо хорошо и вообще в принципе для нас это бесполезно то что некромант не особо много чего накладывает он поднимает раз в некоторое время трупы и этого в принципе хватает вот нам выпал амулет и городской городской свиток давайте посмотрим что наконец-то за амулет к уровню и к радиусу свету замечательно замечательно просто замечательно нет это 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 все таки не башня я не о том подумал ладно не на том как говорится спасибо так надо убивать этих гадов мелких которые воскрешают потому что во первых понять кто из них воскрешает так где воскрешальщик воскрешальщик обозили маны вот от огня здесь сдохнуть вообще не хочется если честно не имею как говорится ни малейшего желания сдохнуть от огня здесь раконишу этих мелких гадов вообще ни хрена не видно только карта мне кое-как помогает ориентироваться на этой местности если бы не она я думаю уже давно помер здесь благо у меня пока три скелетика со мной бегают так что жить вроде бы буду абсолютно абсолютно пустой домик пустые дома они есть хорошо так небольшое зелье лечения на автомате она мне к сожалению не изменилось но да ладно так к уровню атаки к силе к максимальной выносливости к мане после каждого убийства дополнительное золото от монстров я думаю я заменю вот это на вот это и буду прав что так сделаю в принципе радиус у нас и так довольно большой большего радиуса чем этот нам в принципе как бы и не надо а вот все те плюшки которые на выпадение денег и прочего это нам пригодится главное нам не умирать что мы в принципе и делаем вариантов как говорится особых нету мы не можем умирать нам это не позволительно так ладно бежим сюда смотрим что у нас здесь есть один запертый сундук второй сундук оооо как я уклонился там черное болото оооо и вот здесь вот начинается жопа а чувствует она себя сильнее блин а жопа здесь начинается потому что здесь куча всяких разных гадов которые вот прям совсем не не помогут так еще и мои дебилы не все здесь собрались так хорошо хоть так что у нас за сапожки давайте тоже глянем очень быстро установили после удара нет у нас сапожки желтенькие получше будут намного чем эти так что будем пользоваться пока ими ладно давайте посмотрим к башне видимо в эту сторону насколько я могу судить что это болото кстати да у меня же уровень поднялся собственно одиннадцатый уровень мы сделаем вот так в принципе нам семидесяти маны должно хватать на мама не горюй а повышаем еще сильнее наших ребят какая-то полуконюшня убить корову опять-таки напоминаю нельзя хотя я все прям пытаюсь это сделать но у меня это никогда почему-то не получается а вот вот кстати говоря вот этот хренатень который здесь выглядит намного эпичнее это гнездо чем в 3 диабли на очень много эпичный прям огромнейших здесь размеров в отличие от 3 диабло где она чуть ли не с нашего героя размером а птички тоже как бы примерно его рост и в итоге получается что как-то некрасиво выглядит но здесь видите она как раз огромных размеров так что здесь пропорции более менее так сказать соблюдены так ладно 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 мы тем временем пока ищем все еще что-нибудь что-нибудь полезное уже видите пошли с ловушками такие на черное болото наконец-то у нас телепорт появился то есть теперь мы можем прям сюда таки телепортироваться пока они нас не атакуют все хорошо замечательно так я так понимаю что скорее всего да здесь действительно стоит гнездо давайте возьмем алтарь опыта получать за тоже уничтожение этого гнезда больше опыта зеленый щит круто так так у меня опять сломался меч городской портал так я смотрю тут походу встает солнце что меня не может не радовать угу мы дошли опять до птичек до каких-то маленьких ястребов я смотрю так денежно нам уже многоватенько выпадает это прям радует меня правда то что у меня сломанные доспехи меня как бы нифига не радует ну ладно горящий бред мышь и топор били миньона вот смотрите она уже огненными стрелами стреляет периодически давайте глянем что же у нас здесь ага защита прочее прочее подобное вот такое я не могу нести больше так ладно давайте сейчас убьем всех всех ребят и я тпшуюсь в город потому что мне нужно сдать всякую хрень а вы подождете немножко так ну в принципе я доволен тем что я тпшнулся передал все к чертям что мне было не нужно я продал это я теперь около 30 золото что определенно является плюсом как таковым мы ребята совсем справляются справляются причем очень отлично не устраивает то что вот эти гады поднимают все время всех из мертвых потому что мне не нужно чтобы они были живыми довольно много он так или иначе придется убивать всех по сути говоря ладненько 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 но ребята их будет убивать быстрее поле так целые паля мертвых пока золотишки соберем и гадов этих убиваем так займи тщательно давайте этого гада можно убить вот этого гада можно убить подхилиться можно тоже в идеале в моем случае подхилиться будет точно не лишним так догоняем этого гада отлично так так вам и надо гады еще один шаман которого надо убить взяли выносливости а ну понимаете почему и из него сразу что ай ты гад шаман вредные вредные шаманюга а так взяли лечение пожалуйста вставить там по-моему можно как-то прописать их на автомате но и что-то честно говоря не помню как это делается и можно ли это вообще сделать на самом деле вот как видите сейчас стало выпадать уже довольно много свитков идентификации и всего подобного поэтому жить станет определенно проще откуда у вас здесь столько гадов как нам что-то полезное выпало ключик нам выпал ну относительно полезное ладно так давайте пробежимся вниз посмотрим какие нам там дают плюшки предлагаю точнее взять здесь видимо о вот она заброшенная башня это место смердит как покойник есть такой да с привидениями мне еще не приходилось встречаться привидений здесь выглядит вот так 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 это по идее еще и полу 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 такая элитка была вроде бы а может и нет не знаю давайте посмотрим что же мне за жезл выпал мастерство скелета поднятие к мастерству ну ну в принципе ну в принципе все более хорошее чем лежали здесь так ну особого смысла я не вижу в этом вот зелье восстановления есть а сколота аметист все больше и больше золота выпадает что меня прям радует вопс эм простите я немножко вылетел опять мое любимое альт плюс таб б как я обожаю эту хренатинь то а ну хотя вы этого по идее фактически фактически не заметите так еще одна бочка еще болты но мы перемещаемся на следующий уровень башни здесь по моему двууровневые фактически все так что в этом плане открывайся в этом плане здесь все более-менее хорошо вот здесь нежить которая высасывает у меня мана что вообще не есть круто сундук какой-то который я не открыл так ключ золота свиток идентификации ну давайте я тэпнусь в город а вы меня немножко подождете и так я вернулся давайте посмотрим что это за тардаж о это аж прям только для паладинов это короче очень быстрое блокирование повышает шансы и всему сопротивление по 6 аж прикольненько ну так как мы не паладин нам это не имеет никакого значения 1 и мы встретили с вами литочку ох ты ох ты ты погляди к зеленый поясок нам выпал так высококачественные числе небольшое зелье слабое небольшое давайте посмотрим нельзя меня заморозить замечательно это прям радует честно говоря сопротивление холоду молнии время отравления уменьшается на 25 процентов вот эту штуку мне в идеале бы надо надеть а потому что ну потому что надо бы на всякий случай прокачаю вот так и на всякий случай я ее все таки надену хотя 303 процента повышение защиты я даже не знаю что наверное честно говоря лучше потому что мне нужно ага нет смотрите ка это намного намного больше мне повышение ко всем параметрам защиты дает так что так что зря ну ладно зря вкачал в силу как говорится не так уж страшно так лечебное 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 ну окей это какая-то не идентифицированная дубина в принципе каин мне с этим поможет поэтому можно не заморачиваться по поводу идентификации этой дубины а просто открывать те или иные вещи и смотреть что там выпадает золотишко немножко гробик еще один гробик так тут же уровень 3 подвал башни а мы спускаемся все глубже уровень 4 уровень 4 какой мужа а у встречали и будет уровень 5 я уже он вижу там чуть дальше есть ладно допустим что же меня ждет на самом нижнем уровне в этом случае так ну и мне надо в идеале уже кайну будет честно короче если выпадает мне какая-нибудь хренатень полезненькая я сразу ты пусть какая ну и у него проверяю что же мне там выпало подожгли меня немножечко бочечки поразбивали 5 уровень и я вылетел с него просто расколотый сапфир давайте посмотрим найдите злобную графиню собственно графиню мне найти да но перед тем как я найду графиню я все-таки тэшный город вот так или иначе я решил немножко другим путем пойти и у меня выпало колечко на сопротивлению точнее время отравления уменьшается на 25 процентов потому как раз а по идее понадобится поэтому я его оставлю очень много очень много золота здесь валяется глаза разбегаются от такого количества ничего хорошего это естественно не предвещает скорее всего и жопа здесь все равно случится так ладно но мы не отчаиваемся мы все еще ищем нашел леди батаре зелье выносливости слабой зелье манны хпшки очень очень здесь много золота мне это что-то не нравится прям совсем и я и честно уже не помню что здесь будет за аля плата но надеюсь что мне повезет и я смогу выйти отсюда живым не хотелось бы умирать на такой фигне ой как говорится не хотелось бы и кстати не прокачал навыки наконец-то можно прокачать мастерство голым голема но значит так затрат маны 8 поднятие мастерство сопротивления вызванных по муске лет и магии довольно были крутые а может и нет вот этого я не помню но если что сброшу вы мне скажете что там допустим нет и не прав скелеты говно там это окей если наоборот скажете ну я тоже скажу окей и сменю на скелетов магов ладно мы видим чан с кровью которым видимо купается наша леди графиня насколько здесь золото я ему что-то голем моего поимели немножко насколько я могу судить они и ухай до калю водоискательствовать кладонахождение руны я честно говоря уже плохо помню зачем здесь руны но две штучки мы таки нашли ладненько давайте посмотрим что у нас здесь есть еще просто собираем денежку вся которая нам поупадал так слабо зелень лечение лечение мана нам особо не нужна леди мы нашли эти полностью дочистим сейчас эту гадость избавимся так сказать от ненужных нам врагов и можно можно будет уже партироваться так в оружие урона ядом в течение пяти секунд сопротивление яду плюс 30 плюс 300 30 30 вот вот эти эти штуки мне очень очень пригодятся потому что они дают опять-таки сопротивление яду и плюс довольно большой урон от оружия и задание у нас с вами выполнено поэтому мы можем телепортироваться в город и поговорить по поводу этого задания с кем-нибудь хорошая работа мой друг смелость и удача алхимически соединились в тебе может быть как идентификация дали поглядим что же на что же он мне там дал так ага ну всего одну одну вещь так и на всякий случай я временно запихну обе этих руны пока что вот сюда вот я честно говоря можно вставить предметы с гнездами а то бы я запихнул в оружие а второе бы я запихнул бы куда-нибудь там в голову или еще куда-нибудь куда это я можно запихнуть конечно же попутно давайте сохраним пока наши камешки денежку нас набирается довольно много поэтому особой потребности пока в камнях у нас нет ну в том плане чтобы их продавать такие вот прям вот прям продавать продавать поэтому можно их и посохранять немножечко ну хотя я честно говоря не особо знаю к нам сейчас поступить с ними пусть будут так я думаю оставить одну ключи нам в принципе они нужны и мы сейчас продадим вот ну а на сегодня я думаю что серию наверное можно будет завершать посмотрим по поводу заброшенной башни я думала что история о сокровищах башни не более чем ложь я рада что нашлось нечто ценное в этой смертельной ловушке хорошо бы если бы наши сестры были столь удачливы а вот и можно теперь ей продать оставшиеся ненужные предметы типа вот этого и вот этого в принципе можно зелье восстановление было бы продать ну да ладно так как я им особо не пользуюсь мне оно нафиг не сдалось так ты заслуживаешь своих наград для нас башня была не более чем над гробием громоздящимся над давно забытой могилы вот видите как хорошо помни богатство непрочно как облако и так же быстро растворяется не слушай гида все болтуны трусливы ну окей добрый вечер эти богатства послужат тебе в твоем долгом странствия есть такое да так торг ремонт починиться нам всегда не мешает починиться перейдем перейдем совет варива все равно что кишечный газ немного повоняет ха 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 ну что ж дорогие друзья что я хочу вам сказать я думаю что на сегодня действительно все с вами был как всегда десерт сир всем спасибо и пока пока надеюсь видео вам понравилось если да то не забудьте поставить лайк и подписаться этим очень сильно поможете каналу ну а также вы можете посмотреть прошлые мои видео субтитры сделал DimaTorzok я 역시 субтитры сделал DimaTorzok яеюсь субтитры сделал DimaTorzok при этом д Fo VA я и отб reserves в маму в кликс поделитесь субтитры отделяется в манере Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok